Доктор Мартин Ллойд Джонс Нагорная проповедь Глава 19. Праведность, превосходящая праведность книжников и фарисеев. Сейчас мы переходим к рассмотрению утверждения, записанного в стихе 20, где наш Господь определяет свое отношение к закону и пророкам, но больше, наверное, к закону. Мы уже увидели, как много говорит короткий отрывок Евангелия от Матфея, 5 глава 17 по 20 стих, о служении Христа, и как он может повлиять на наш взгляд на Евангелие. Для нашего Господа не было ничего важнее, чем в самом начале ясно и четко изложить принципы своего служения. Люди встречают различные трудности в понимании всего этого, и на это есть множество причин. Наш Господь сам был очень необычным. Он не принадлежал классу книжников и фарисеев и не был официальным экспертом в области закона. Но, несмотря на это, он заявил о себе как учитель. Более того, он не колеблясь критиковал учения общепризнанных и уважаемых учителей закона. Его поведение было очень странным во многих отношениях. Он не сторонился людей, которые представляли собой изгоев общества, и делал это добровольно. Он был известен как друг мытарей и грешников. В его учении присутствовал элемент, подчеркивающий благодать. Все вышеперечисленное отличало его от всех традиционных учителей. По этой причине люди и ошибались в оценке его самого и в оценке его учения. Итак, в данном отрывке изложены два главных принципа учения Христа. Во-первых, оно ни в коем случае не идет в разрез с законом и пророками. И во-вторых, оно очень отличается от учения книжников и фарисеев. Следовательно, очень важно правильно относиться к закону. Наш Господь пришел не для того, чтобы сделать его более легким или смягчить его требования к нам. Целью его пришествия было не отменить закон, а дать нам силы его исполнить. Итак, мы должны знать, и он подчеркивает, что закон остается в силе, и его нужно исполнять. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Мы не будем тратить много времени на то, чтобы исследовать значение слов «малейший» и «великий». Разница между ними очевидна. Все заповеди даны Богом, и, как он подчеркивает здесь, даже самая малая заповедь имеет большое значение. Более того, как нам напоминает Иаков, невыполнение даже одной заповеди делает человека виновным в нарушении всего закона. Закон, как мы видим, подразделяется на две части. Первая часть посвящена нашим отношениям с Богом, вторая – нашим отношениям с людьми. Между ними существует некоторое различие. Наши отношения с Богом, и это очевидно, имеют гораздо большее значение, чем наши отношения с людьми. Помните, когда один книжник подошел к нашему Господу и спросил его, какая заповедь наибольшая? Наш Господь не сказал, что нельзя разделять заповеди на большие и меньшие, на первую и остальные. Он ответил, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Итак, читая закон, можно обнаружить, что между меньшей и большей заповедями есть определенное различие. Здесь наш Господь имеет в виду то, что мы должны исполнять каждый пункт, каждую заповедь закона, а также учить этому других. Он обращает наше внимание на учение фарисеев и книжников. Ибо если закон очень важен для нас, и если главной целью благодати Божией во Христе Иисусе является наша готовность исполнять Его требования, то, следовательно, мы должны знать, что Он собой представляет, и чего Он от нас требует. Как мы уже увидели, в этом заключается библейская доктрина о святости. Святость – это не ощущение, которое мы испытываем. Это соблюдение и исполнение закона Божия. Мы не можем достичь святости исключительно посредством ощущений. Они могут только нам помочь. Святость – это то, что мы приобретаем на практике в нашей повседневной жизни. Это соблюдение закона, желание быть похожим на самого Сына Божьего. Это уподобление Ему. Вот что такое святость. Итак, вы видите, что она связана с законом и должна всегда рассматриваться в контексте Его исполнения. Книжники и фарисеи считались самыми святыми людьми. Но наш Господь ясно показал всем, что именно им и не хватало праведности и святости. И это было совершенно справедливо, потому что они глубоко ошибались и извращали закон. Здесь наш Господь, используя предостережение, делает акцент на своем учении. И слова, записанные в стихе 20, для людей, которым они были адресованы, звучат весьма странно и даже шокирующе. Не думайте, как бы говорит наш Господь, что я пришел облегчить заповеди закона. Напротив, я пришел сказать вам следующее. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, у вас не будет ровно никаких шансов войти в Царство Небесное, даже на правах самых малых его граждан. Что же все это значит? Мы должны помнить, что книжники и фарисеи были во многих отношениях с самыми выдающимися представителями нации. Книжники проводили все свое время в изучении и преподавании закона Божьего. Это были наибольшие авторитеты в данной области. Они посвятили всю свою жизнь изучению закона и обучению им других людей. Следовательно, они больше других интересовались им. Они переписывали его и хранили копии. Вся их жизнь была связана с законом, и по этой причине люди равнялись на них. Фарисеи же славились своей так называемой святостью и праведностью. Само слово «фарисей» буквально означает «отделенный». Эти люди отделили себя от общества. Они придумали себе устав, содержащий различные предписания по выполнению закона, и он был еще строже, чем закон Моисеев. Они разработали свод правил и инструкции, которые по своей строгости шли гораздо дальше ветхозаветных требований. Например, из евангельской притчи о фарисее и мытаре мы узнаем о том, что фарисей постился дважды в неделю. Но в Ветхом Завете нет такого требования. Ветхий Завет требует максимум один пост в год. Но постепенно эти люди разработали целую систему правил, согласно которым нужно было вместо одного раза в год поститься дважды в неделю. Таким образом, они создали исключительно строгий устав жизни и поведения, в результате чего все считали фарисеев эталоном святости и праведности. Обычный человек говорил сам себе, «О, куда мне до этих святых фарисеев? Как я могу уравняться с этими книжниками? Они такие выдающиеся, они живут ради того, чтобы освящаться и становиться все более и более святыми. Это их основное занятие, смысл жизни». Но наш Господь заявляет всем, кто так считает, что если их праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, они не попадут в Царство Небесное. Без сомнения, это одна из самых важных тем, которые мы должны рассмотреть. Как мы понимаем истинную святость и освящение? Что значит для нас благочестие? Что значит для нас быть христианином? Наш Господь утверждает здесь, что праведность наименьшего из христиан должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Так давайте же исследуем наше исповедание христианской веры в свете этого утверждения. Вас, наверное, удивляет и даже поражает тот факт, что фарисеям и книжникам уделяется такое важное место в Евангелиях. Наш Господь часто говорит о них, и не без основания. Он делает это не только потому, что они часто его критиковали, но и потому, что обычные люди очень зависели от них и их учения. В определенном смысле наш Господь, кроме всего прочего, должен был показать всю лживость их учения и предложить людям учение истинное. Что Он и сделал. Давайте же рассмотрим религию фарисеев, чтобы увидеть ее недостатки и понять, что Господь хотел сказать нам. Один из лучших способов сделать это – проанализировать молитвы фарисея и мытаря, пришедших в храм. Как вы помните, фарисей занял почетное место и начал благодарить Бога за то, что он не таков, как остальные люди, особенно как этот мытарь. Далее он начал рассказывать кое-что о себе. Он не грабитель, не нечестивец, не прелюбодей и так далее. Наш Господь не стал отрицать этих слов. Фарисеи производили впечатление праведных людей. Как я уже упоминал, они постились дважды в неделю. Кроме того, они строго давали десятину Богу со всего, что имели, даже с такой мелочи, как трава, мята, анис и тьмин. Но вдобавок к этому, они были очень пунктуальными в соблюдении всех религиозных ритуалов и церемоний. Все это характеризовало фарисеев. Они не только говорили об этом, но и практиковали это в жизни. Однако даже при самом беглом чтении Евангелия невозможно не заметить, что ничто иное не вызывало такого гнева нашего благословенного Господа, как религия книжников и фарисеев. Прочтите строгие слова в Евангелии от Матфея, 23 главе. Горе вам, обращенные к книжникам и фарисеям, и вы увидите отношение нашего Господа к ним. Вы поймете, что Он обличал их в отношении к Богу и их религию. Именно по этой причине Он предупредил людей, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Мы должны понимать, что это – одна из самых серьезных и важных тем всего Нового Завета. Существует реальная опасность того, что мы можем себя обмануть и ввести в заблуждение. Наш Господь назвал книжников и фарисеев лицемерами. Да, верно, но они даже не осознавали этого. Они ничего не подозревали. Им казалось, что у них все в порядке. Невозможно, читая Библию, не заметить постоянных предупреждений на этот счет. Существует опасность того, что вместо поклонения Богу в Духе и Истине мы можем начать поклоняться чему-то ложному, что является всего лишь элементом истинного богопоклонения. Позвольте мне с любовью напомнить, что те из нас, которые гордятся своим положением евангельских верующих, могут оказаться виновными в этом. Давайте же последуем за нашим Господом и сделаем анализ религии книжников и фарисеев. Я попытался извлечь из его слов некоторые принципы, которые и предлагаю рассмотреть. Первое и в каком-то смысле главное обвинение против них заключалось в том, что их религия была совершенно формальной и имела сугубо внешнее проявление. Она не затрагивала сердца, не исходила изнутри. Однажды наш Господь, обращаясь к книжникам и фарисеям, сказал, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Евангелие от Луки, 16 глава, 15 стих. Не будем забывать, что все эти обвинения, выдвинутые нашим Господом против фарисеев, имели законное основание. Между любовью Божьей и гневом Божьим не может быть противоречия. Господь Иисус Христос был настолько полон любви, что Он никогда ни на кого не жаловался. Но Он, решительно опираясь на закон, обличал тех, кто неверно представлял Бога и служение Ему. Это не предполагает никакого противоречия в Его характере. Святость и любовь всегда идут вместе, и святая любовь срывает с людей маски лжи, фальши и лицемерия. Нечто подобное наш Господь сказал и в другой ситуации. Некоторые фарисеи были очень удивлены тому, что Его ученики едят, не совершив ритуального омовения рук. «О, — сказал наш Господь, — как вы, фарисеи, внимательны ко всему внешнему и равнодушны ко всему внутреннему. Человека оскверняет не то, что входит в него, а то, что выходит из него. Главное — это сердце человека, ибо из него исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, жест свидетельства и прочее». Вы помните, как эта истина излагается в Евангелии от Матфея, 23 главе? «Наш Господь говорит фарисеям, что они подобны гробам окрашенным. С внешней стороны они кажутся замечательными, но что внутри? Мы можем регулярно посещать Дом Божий и одновременно быть завистливыми и ненавидящими». Вот это и принесал наш Господь фарисеев. И до тех пор, пока наша праведность не будет превосходить эти внешние требования, вход в Царство Божие для нас закрыт. Для Бога прежде всего важно сердце, не внешние действия, а внутреннее состояние. Один человек дал очень хорошее определение религии. Религия – это то, что человек делает сам на сам. Другими словами, если вы желаете узнать, кто вы есть на самом деле, вы должны исследовать свои мысли, желания и мечты. Важно то, что вы говорите самому себе. Мы такие осторожны в разговорах с другими людьми, но о чем мы говорим с самими собой? То, как человек ведет себя в полном одиночестве, характеризует его лучше всего. Наше внутреннее состояние – то, что спрятано от окружающих и определяет то, кем мы являемся на самом деле. Второе обвинение, которое наш Господь выдвинул против книжников и фарисеев, заключалось в том, что они гораздо больше беспокоились о ритуале, чем о нравственности. Оно вытекает из предыдущего. Фарисеи были очень пунктуальными и педантичными по отношению ко всему внешнему. Они очень внимательно следили за ритуальным омовением рук и прочими действиями, направленными на соблюдение Талмуда, но при этом не обращали никакого внимания на нравственный аспект закона. Нужно ли напоминать, что такая опасность существует и сегодня? Это разновидность религии, и мне кажется, что она становится все более распространенной. Ее сторонники считают, что если человек посещает дом молитвы по воскресеньям, то совершенно не важно, как он проводит остальные дни недели. Я имею в виду не только тех людей, которые думают, что приняв участие в хлебопреломлении утром, вечером можно заняться своими делами. А как считаете вы? Многие люди рассуждают примерно так, и в этом я усматриваю усиливающуюся тенденцию. Главное – участие в утреннем воскресном богослужении. Так можно выслушать увещевание и получить назидание. Вечернее же богослужение имеет чисто евангелиционный характер, поэтому вечер можно посвятить личным делам. Например, почитать книгу или написать письма. Это, я повторяю, является повторением ошибки фарисеев. День Господень необходимо максимально, насколько возможно, посвятить Богу. В этот день мы должны отложить все наши дела для того, чтобы прославлять Бога, чтобы Его дело продвигалось и процветало. Фарисей же дозвольствовался тем, что соблюдал внешние традиции и обязанности. Да, он присутствовал на богослужении, и для него этого было достаточно. Другое свойство фарисейской религии заключалось в ее искусственном характере. Она представляла собой систему правил и предписаний, основанных на представлениях людей, которые они передавали друг другу. Многое из того, что они отстаивали на словах, на деле не соблюдалось. Некоторые из них даже игнорировали свой долг перед родителями. Они заявляли, я жертвую определенную сумму денег Господу, поэтому я не смогу на этот раз помочь родителям в их нуждах. «Лицемеры», — говорит наш Господь. «Именно этим вы избегаете возможности исполнить закон и почтить своих отца и мать. Они жили строго по традициям. А большинство из этих традиций как раз и были направлены на то, чтобы искусно и ловко избежать выполнения требований закона. Наш Господь как бы говорит, «Вы избегаете этих требований, заявляя, что исполнили их каким-то особым образом. Но на самом деле вы их нарушили. Я думаю, что всем нам знакомо это состояние. Мы, протестанты, очень критически относимся к католикам и особенно к их средневековым авторитетам, к схоластам. Эти люди очень искусно проводили тонкие и почти неуловимые различия, особенно в том, что касалось совести и поведения. Они были способны примирить, казалось бы, совершенно непримиримые. Вы, наверное, встречались с таким явлением в газетах. К примеру, иногда в них можно прочитать сообщения о разводе католика. Как такое возможно? Ведь католики отрицают развод. Очевидно, этот, можно сказать, верующий оправдывает развод с помощью казуистики, логической эквилибристики на бумаге, формально соответствующей букве закона. Но я не пытаюсь опровергать религию католиков. Бог знает. Все мы большие эксперты в этом деле. Мы легко можем обосновать и оправдать наши грехи. Мы легко подводим логическое основание под свои поступки. Вот это и было типичной чертой фарисеев. Следующее обвинение, которое наш Господь выдвинул против них, заключалось в том, что они в основном беспокоились о самих себе и о своей самоправедности. При результате этого они почти всегда были довольны собой. Другими словами, конечной целью фарисея было прославление самого себя, а не Бога. Он выполнял свои религиозные обязанности не ради Бога, а ради самого себя и своей славы. В притче о фарисее и мытаре, которые пришли помолиться в храм, наш Господь показывает, что слова и поступки фарисея вообще нельзя назвать поклонением Богу. Фарисей говорил, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Ведь это настоящее оскорбление Бога. Этот человек гордился самим собой, своей религиозной жизнью. Конечно же, если вы занимаете такую позицию, и у вас есть свои собственные стандарты, то вы сами будете выбирать, что вам делать, а чего не делать. И пока вы будете придерживаться своих собственных правил, вы будете удовлетворены самими собой. Итак, фарисеи были самоправедны. Они всегда сосредотачивались на своих личных достижениях, а не на отношениях с Богом. Мне интересно знать, невиновны ли и мы иногда в этом. Не является ли это и нашим грехом? Мы, евангельские христиане, видим, как другие люди вообще отвергают веру и открыто живут во грехах. Как легко нам возгордиться от того, что мы намного лучше их. Слава тебе, Боже, за то, что я не таков, как эти модернисты. Наша беда заключается в том, что мы не смотрим на себя глазами Бога, не напоминаем себе о Его характере и природе. Наша религия состоит из целей, которые мы поставили сами для себя. И при этом мы уверены, что у нас все в порядке. Мы воображаем о себе не весь что. Мы очень бойки на язык. Мы довольны самими собой. Как часто все это встречается в нашей среде. Это и вырабатывает у нас высокомерное, достойное сожаление отношения к другим людям, которое было свойственно фарисеям. Наш Господь осуждал их за то, что у них совершенно не было духа, описанного в блаженствах. В этом заключается важное отличие между фарисеем и христианином. Христианин – это человек, в жизни которого наиболее полно проявляются блаженства. Он нищ духом, кроток, милостив. Он не удовлетворяется выполнением одной предписанной заповеди. Нет. Он алчат и жаждет правды. Он стремится к тому, чтобы уподобляться Христу. У него есть глубокое чувство неудовлетворенности самим собой. Вот таким тестом мы должны испытывать самих себя. Итак, наш Господь порицает фарисеев за то, что они не исполняют закон. Они дают десятину смяты и тмина, но забывают и игнорируют более важные заповеди – любить Бога и любить человека. Но ведь это и есть суть нашего Богопочитания и Богопоклонения. Я хочу еще раз напомнить вам эту истину. Бог ожидает от нас, чтобы мы любили Его всем своим умом, всем своим сердцем и всей своей душой, а также, чтобы мы любили своих ближних. Если мы даем десятину смяты, аниса и тмина, выполняем самые мельчайшие требования, это еще не значит, что мы святы. Тест на святость – это наше отношение с Богом, наша любовь к Нему. Выдержите ли вы этот тест? Быть святым не значит избегать каких-либо греховных поступков или мыслей. Святость означает соответствующее отношение человека к святому, любящему Богу и к людям. Беда фарисеев заключалась в том, что они интересовались скорее деталями и делами, чем принципами и мотивами. Их главной задачей было делать, а не быть. Оставшаяся часть Нагорной проповеди раскрывает все это. Наш Господь как бы говорил им, Вы гордитесь тем, что не совершаете прелюбодеяния. Но даже если вы бросите хотя бы один похотливый взгляд на женщину, вы уже совершите этот грех. Главное – принцип, а не поступок. Важны ваши мысли и чувства, состояние вашего сердца. Нельзя считать себя христианином только на основании того, что вы воздерживаетесь от некоторых поступков. Христианин – это человек, который имеет особое отношение с Богом, и чье главное желание – познавать Его все больше и больше, любить Его все сильнее и сильнее. Это не работа по совместительству, если можно так выразиться. И этого не добьешься путем посещения двухчасового воскресного богослужения. Это требует всего нашего времени и внимания. Прочитайте о жизни великих мужей Божьих, и вы увидите, что именно так было в их жизни. А теперь позвольте мне задать вам вопросы, которые, возможно, уже волнуют вас. Чему же учит наш Господь? Учит ли Он спасению по делам? Говорит ли Он, что мы должны жить лучше, чем фарисеи, чтобы войти в Царство Небесное? Конечно же, нет. Ибо, как написано, нет праведного ни одного. Закон Божий, данный через Моисея, осуждает весь мир. Заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Все лишены славы Божией. Наш Господь пришел не для того, чтобы учить спасению или оправданию по делам или по нашей собственной праведности. Нам могут возразить, «Хорошо, но разве Он не учит тому, что спасение достигается только благодаря праведности Христа? А если это так, то какое значение имеет, как мы живем?» Это уже другая крайность, противоположное заблуждение, и оно является результатом извращенного толкования данного отрывка. Я думаю, что трудности толкования связаны с маленьким словом «ибо». С него начинается стих 20, который является продолжением стиха 19, где наш Господь говорит, «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Здесь он подчеркивает необходимость исполнения закона. В этом заключается смысл всего этого отрывка. Эти слова не делают закон легче для исполнения и не позволяют нам заявить, «Христос уже все исполнил, и поэтому не играет никакой роли то, что мы будем делать». Мы в своем безумии всегда имеем тенденцию впадать в крайности. Наш Господь учит, что доказательством получения благодати Божьей во Христе Иисусе является наша праведная жизнь. Люди испокон веков спорят о том, что важнее – вера или дела. Одни утверждают, что самая главная – вера, а другие доказывают, что дела. Библия учит тому, что и те, и другие – неправы. Вера, проявляющаяся в делах, и является признаком истинного христианина. А теперь, чтобы вы не приняли эти слова за мое учение, давайте посмотрим, что на эту тему пишет апостол Павел, которого по праву можно назвать апостолом веры и благодати. «Не обманывайтесь», – обращается он к членам церкви в Коринфе, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – царство Божие не наследует. «Бесполезно взывать, Господи, Господи, если вы делаете то, что я порицаю», – говорит наш Господь Иисус Христос. «Следовательно, если моя жизнь не является праведной, я не могу с уверенностью утверждать, что имею благодать Божию во Иисусе Христе. Ибо благодать Божия во Иисусе Христе свидетельствует не только о том, что мои грехи прощены ради Его смерти на Голгофском кресте, но и о том, что я получил новую жизнь и стал новым творением. Это значит, что во мне отображается Христос, что я стал сопричастным Божественной природе, что все древнее прошло, теперь все новое. Это значит, что во мне обитает Христос, что во мне пребывает Дух Божий. Рожденный свыше человек, имеющий в себе Божественную природу, это человек, который праведен, и чья праведность превосходит праведность книжников и фарисеев. Он живет уже не для себя и не для своих целей. Он уже не самоправеден и не самодоволен. Он стал нищим духом, кротким и милостивым. Он алчит и жаждет правды. Он стал миротворцем. Его сердце очищено. Он любит Бога. Да, недостаточно, но любит и стремится почитать и прославлять Его. Главное желание возрожденного человека – прославлять Бога и исполнять Его закон. Заповеди Божьи для Него не тяжкие. Он хочет исполнять их, ибо Он любит их. Он больше не враждует с Богом. Он теперь видит святость закона и больше всего желает жить по этому закону и исполнять его своими поступками. Это и есть та праведность, которая превосходит праведность книжников и фарисеев. Итак, вот некоторые из самых важных вопросов, на которые мы должны дать ответ. Знаете ли вы Бога? Любите ли вы Бога? Можете ли вы честно сказать, что для вас самое главное в жизни – прославлять Его, и что вы желаете делать это любой ценой? Является ли вашей целью прославлять и любить того Бога, который, несмотря на все ваши грехи, отдал Сына Своего Единородного на крестную смерть ради вашего спасения? Пусть же каждый человек исследует себя. Дорогие друзья, сотрудники Капли Сота подготовили этот материал специально для вас. Все медиафайлы вы можете найти на мобильном приложении Капли Сота, где мы регулярно публикуем новые аудиоматериалы.